Украина же продолжает бороться с русским языком вивсюду, где дотянется. Президент Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе отказался отвечать на вопрос, заданный ему на русском. И вообще устроил целый спектакль с требованиями к журналистке, говорящей по-русски, снять блузу с цветами, явно спутав изделие от кутюр с вышиванкой. Параллельно в научных и политических кругах Украины продолжаются изыскания на тему того, насколько древней оказывается украинская раса, особенно на фоне русских. О самых свежих открытиях в этой области Николай Сухарев. Король Артур — украинец. Год только начался, а в Незалежной уже есть первые исторические открытия. Оказалось, что легендарный глава рыцарей круглого стола, как и видимо сам стол, родом чуть ли не из-под Киева. Там, похоже, выковали и меч из Калибур. К таким выводам пришел киевский историк Александр Палей. Британский мир основан выходцем из Украины. Это не шутка. С недавних пор в Британии стала достаточно популярна идея о том, что легендарный король Артур — наш. Но Бритами дело, разумеется, не ограничилось. Вот, например, певица Руслана. Копнула, видимо, еще усерднее, чем Пали. И пришла к выводам, что украинцы поучаствовали в создании чуть ли не всех древних цивилизаций. Наши корни говорят о древних культурах и цивилизациях. Украинцы являются потомками древних шумеров, населявших Месопотамию во втором тысячелетии до нашей эры. Мы страна, которая имела скифов, сарматов, триполи, шумеров. Нам бы с Египтом соревноваться каждый день по достоянию. Но и не Египтом единым. Под прицелом все человечество. Открытие и достижение людей — дело рук украинцев. Мы должны гордиться тем, что украинцы являются самой древней нацией, давшей миру первую цивилизацию, первое государство, первое колесо, земледелие, плуг. Все это достояние украинцев, которые поделились этим с миром. Между прочим, это не какой-то там маргинал. Это вполне уважаемый заместитель главы Украинской Республиканской партии и бывший депутат Львовского облсовета. К нему прислушиваются и ему верят. И тот ни в чем себя не ограничивает. Позарился в прямом смысле на святое, решил приватизировать Иисуса Христа. Он уже, оказывается, галичанин Западной Украины. И последние слова на кресте сказаны, разумеется, на правильном языке. Кто знает про давний украинский язык? Его сохранили только в Карпатах, в частности, Лемке. Как известно, на кресте во время мук вспоминают всегда родной язык. Они говорили фактически говором лемков. Об этом нужно помнить. Мы должны верить, что Иисус Христос – продавний украинец. И, как ни странно, это вполне логично. Согласно новой доктрине, колыбель христианства теперь Украина. Река, в которой Иисус крестился, совсем не Иордан. И это лишь немногие примеры нового украинского подхода в изучении истории. Специалисты старой школы, которые отталкивались от фактов, а не фантазий, сейчас попали. Историческая школа сейчас не нужна, потому что она не востребована. Она не может удовлетворить политической конъюнктуре. Потому что если мы сейчас начнем брать нормальных человеческих украинских ученых, то выяснится, что у нас, значит, у белорусов, украинцев и русских общие предки. Общее наследие Руси. А это исключает взаимную ненависть. А ненависть должна быть. Задает тон президент. Порошенко регулярно отчитывается о все новых открытиях. Русские князья у него теперь истинные украинцы, а сборник законов Древней Руси «Русская правда» на самом деле никакая не русская. Герб прокуратуры включает в себя меч княжеской эпохи, которая дала нам один из старейших документов правосудия на Украине – «Русскую правду Ярослава Мудрого». Она характеризует наследственность правовых традиций. «Русская правда» к России не имеет никакого отношения. России тогда не существовало. Продолжается тотальная дирусификация страны. Переименовываются улицы и города, отменяют старые праздники и вводят новые. Католическое Рождество теперь официальный выходной, а 9 мая и 8 марта хотят убрать как неугодные праздники. Считаю, что мы должны отменить как выходной 8 марта. Выходной 8 марта – это советский рудимент. Почему страна должна гулять этот день? Ее не смущает, что 8 марта – это все-таки международный женский день. Впрочем, не обращают на это внимания и многие украинцы. Сегодня такие заявления проходят в Незалежной на ура. Никто даже и не думает возмущаться. Вот такое вот шизофреническое, параноидальное манипулирование общественным сознанием подкрепляется созданием атмосферы страха и насилия. В Верховной Раде всерьез рассматривают введение уголовной ответственности за любое подозрение в отрицании агрессии России. Националисты совсем недавно уже опубликовали СМИ план мероприятий на 2018 год. Никого не стесняясь, не заявили об окончательной зачистке среди мыслящих неправильно. Нужно пропагандировать тотальное уничтожение кремлевских вурдалаков и упырей, местных предателей и пятиколонников, их добровольных помощников и пособников вместо примирения с предателями Родины и врагами украинского народа. И такой дивный новый мир, похоже, сказывается на здоровье многих украинцев. Согласно последним исследованиям, Украина уверенно занимает первое место в Европе по психическим расстройствам. Только по официальным данным, почти 2 миллиона украинцев ежегодно становятся пациентами психиатрических лечебниц. Один из последних – житель Винницкой области. Разобрал систему газоснабжения дома лишь только для того, чтобы в ней не было российского газа. Украина идет в сторону вот такой тотальной общественно-политической шизофрении и паранойи. Идет строительство абсолютно непонятного государства. Палата номер 6 расширяет свои границы, которые скоро совпадут с официальными государственными границами этой страны. И тот, кто убежал, как ЛНР, ДНР, тем, может быть, и повезет. Повезет тем, кто отсюда уедет. Но выдавливание нормальных людей путем создания им полной бесперспективности – это тоже политика этих властей. В итоге в стране, видимо, должны остаться покорные почитатели новых властей. Никакого инакомыслия, никаких протестов и новых Майданов. Вот только не факт, что до этого времени усидит сам Порошенко. С этим всем будут разбираться, скорее всего, уже другие люди. Николай Сухарев, Мария Богомолова, Дина Самохина в Центре Событий.